Приветствую всех вас, дорогие братья и сестры, телезрители, с праздником Святой Троицы, с днем рождения Церкви Христовой и с престольным днем многих нами любимых храмов. Сегодня завершился наш путь от воскресения Христова до Пятидесятницы, или лучше сказать, от Рождества Христова до сегодняшнего дня. И мы сегодня собираемся в храмах Божьих Духом Святым. А тогда, тогда по Вознесению Господа апостолы ожидали исполнение обетования о сошествии Утешителя. И в день Пятидесятницы, когда все, как доносят до нас деяния апостольские, они были единодушными вместе, «Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого». Это событие явилось, как много уже было сказано, рождением Новозаветной Церкви, первым знамением, которое была проповедь на многих языках, обращенная ко всем народам, огненные языки, сошедшие на землю в Пятидесятницу, на ней оставшись, всегда пребывают. И почившие на апостолах они переданы ими в благодатных дарах их преемников. И каждый член Церкви в Таинстве Мира Помазания принимает свой дар Святого Духа, получает свою печать дара Святого Духа. И в этот день личная Пятидесятница каждого крещеного человека. Трудно представить, в какой мере век апостольский и очевидно, и ощутительно было это приятие Духа Святого, выражавшееся в различных дарах. Но тогда непосредственно знали, был ли уже преподан дар Духа. Об этом мы читаем в Деяниях Апостольских восьмой главе, начиная с 14 стиха. Вся жизнь Церкви, движимая Духом Святым, есть продолжающаяся Пятидесятница. Она есть та новая благодатная жизнь, о которой говорил пророк Изякииль. «И дам вам сердце новое, и Дух новый дам вам». В природную человеческую жизнь вселяется новое, благодатное, сверхприродное вдохновение, естественно, человеческое осеняется Духом Святым, и оно становится Бога вдохновенным. Тем не менее, хотя и не ведаем мы Духа Святого ипостасно, но мы молимся Ему лично, к Нему обращаемся, зная одну исчерпивающую молитву, какую каждодневно повторяем, и с особенной торжественностью в день Его праздника, Царю Небесной. В этой молитве Церковью преподается краткое учение о Духе Святом. Позволю себе кратко в этот день, выражаясь современным языком, расшифровать для нас с вами эту молитву. Царю Небесной, Утешителю, Душе Истины. Первые слова этой молитвы. Как Бог, Дух Святой равночестен двум лицам Святой Троицы, и в этом смысле есть Царь Небесный, как и Сын, и Отец. По личному своему свойству Он есть Утешитель. Любовь и радость любви Отца и Сына во Святой Троице. Он есть и радость творения, потому что исцеляет язвы Его, делает Его с Собою самим. И как почивающий на Сыне, Который есть истина, Он есть Дух истины, Ее являющий в Боге и в человеке. Бог есть Дух в Своем естестве, одинаково и Отец, и Сын. Однако Дух Святой, завершающий откровение Отца в Сыне и тем запечатлевающий внутреннюю жизнь Триединого Божественного Духа есть Дух Духа Его Самовдохновение. И далее Иже везде Сын и вся исполняй сокровища благих и жизни подателю. Здесь выражается отношение Духа Святого к творению, всемогущества и везде присутствие Божие вместе с животворящей силой Его. Святым Духом поет Церковь, всяко душа живится. Мы знаем о Слове, что вся тем быша, оно есть мыслительное, словесное основа всякого бытия, которое исполняется, животворится, становится самобытным Духом Святым. Божественное действие может быть только благим, потому что никто же благ, токмо един Бог. Но высшее благо, благо всех благ, подаваемое из их сокровищницы, есть жизнь. И если Слово есть жизнь, как ее начало, то Дух Святой есть само животворение. Говорил принципиально медленно, и буду дальше так говорить, чтобы мы не только умом, но и сердцем постигали эти слова. И далее в молитве мы слышим «Приди и вселися вны и очистины от всякие скверны и спаси блажа души наши». В этих просительных словах молитва обращается к нашим нуждам. не впадаем ли в противоречие здесь с вышесказанным о везде присутствии Святого Духа? Соответственно ли молитва о вселении в нас того, кто всюду присутствует силую Своею? Однако для нас недостаточно лишь такого присутствия. Благодать не насилует человека, но ожидает свободного ее приятия открытого сердца, которое становится престолом Царства Божия внутри нас. От всемогущества и везде присутствие Божие не могут укрыться даже и демоны, но нужно и ответное движение любви нашей к Творцу, чтобы Он жил в нас не только силою Своею, но и произволением творения, согласием любви Творца и творения. И молитвенно призывая пришествие утешителя, мы открываем уже для Него свое сердце. И в ответ на это огонь Святого Духа попаляет наши грехи и тем переплавляет, спасает души наши. Вот почему в этот день по завершению Божественной Литургии в наших храмах совершается чин вечерни. Вечерни пресветлого праздника Пресвятой Троицы с тремя колено преклоненными молитвами. Первый раз после пасхальных дней и Вознесения мы станем на колени. Ведь живя в Духе Его дарами, мы принимаем и дерзновенное упование. Пусть и за гранью этого века познать и самого Духа Святого в Его собственном ипостасном лике. И утешенные Его утешением уповаем узреть и самого Утешителя Духа Святого. С праздником! С днем рождения Церкви Христовой! Церкви Субтитры создавал DimaTorzok